На выборах президента США 2000 года победил Джордж Буш-младший, набрав 271 голос выборщиков. Всего на 5 больше, чем Альберт Гор. Кандидат от партии «Зеленых» Ральф Нейдер тогда не набрал вообще ни одного. Но интереснее всего в тот год голосование проходило в нашем любимом штате Флорида, где мы уже успели побывать в ролике о глобальном потеплении. Здесь смысл следующий. От штата Флорида есть 25 выборщиков. И тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей, получает все 25 голосов выборщиков. Буш набрал 48,874%. Гор взял 48,838%. Гору не хватило 0,01%, чтобы забрать 25 голосов выборщиков Флориды. Здесь Ральф Нейдер также был явным аутсайдером. Он набрал чуть больше 1,5%. Но при этом опросы показывают, что почти каждый, кто отдал голос Нейдеру, предпочел бы Гора Бушу. Разумеется, в случае отсутствия Нейдера в избирательных списках, далеко не все отдали бы свой голос Гору. Но даже если бы это сделал каждый десятый, результаты выборов были бы прямо противоположные. И Гор победил бы, набрав на 45 голосов выборщиков больше. И при этом следует принять тот факт, что все 25 голосов от Флориды отошли Бушу. При том, что большинство голосовавших считали Гора лучшим кандидатом, чем Буш. И именно наличие третьего кандидата, явного аутсайдера, спутало Гору и партии демократов вообще все карты. А вы когда-нибудь задумывались, что если в выборах участвовали бы не люди, а грибы? Нет? Че, я один такой? Ну, в России, очевидно, выбрали бы Путина. На самом деле, организм, о котором сейчас пойдет речь, он раньше относился к царству грибов. Сейчас же их включают в состав грибоподобных организмов. Физарум многоголовый. Слизевик. Удивительно крошечный организм. Слизевик, как и любое другое живое существо, умеет принимать решения. А еще он очень любит пищу. И ради этой самой пищи он готов даже полезть в лабиринт. Если на выходе из лабиринта разместить кусок пищи, слезевик будет хаотично разрастаться, пока не достигнет конца лабиринта. Но через несколько часов он сжимается обратно, оставляя между пищей на входе и выходе трубку, которая образует собой спойлер к этому лабиринту, кратчайший путь его прохождения. Слизевик – мастеровитый проектировщик. Если разложить много пищи, он образует максимально рациональную сеть ее поставки через трубки. Вам может показаться, что некоторые дорожки здесь лишние. На самом деле это весьма рациональное решение – добавить резервные пути на случай, если какая-то из связей повредится. Ссылка на это исследование ученых Токийского университета есть в описании. Это выглядит удивительно. У них вообще нет мозга. Нет никакой нервной системы. А в итоге мы получаем нечто прекрасное, что даже немного похоже на сложнейшую железнодорожную систему. Окей, это и есть сложнейшая железнодорожная система вокруг Токио. Одна из самых эффективных в мире, над которой трудились топовые инженеры. Ученые всего лишь выложили пищу в тех местах, где на карте находились основные узлы, которые нужно было рационально соединить. Ученые из австралийского университета решили проверить, как Слизевик будет справляться с принятием трудных решений. Вот это исследование. На одной стороне чашки Петри есть 3 грамма овсяных хлопьев. На другой 5 грамм хлопьев, освещенных ультрафиолетом. Забыл упомянуть, пища для них это хорошо, но света они пытаются избегать. Итак, какое решение примет Слизевик? Ученые обнаружили, что при таких условиях Слизевик выбирает каждый из вариантов в половине случаев. Дополнительное количество пищи компенсирует неприятные ощущения от ультрафиолета. И он, подобно избирателям Флориды, не может выбрать между Бушем и Гором. Ну и здесь может появиться свой Ральф Нейдер. В нашем случае это 1 грамм хлопьев в темноте. И по сути расклад сил не поменялся. Вариант 1 темнота это явный аутсайдер, ведь он сильно проигрывает варианту 3 темнота. И выбирать его будет ну совсем нерационально. И действительно, Слизевик почти никогда не выбирает вариант 1 темнота. Но теперь Слизевик меняет свои предпочтения и выбирает вариант 3 темнота в 3 раза чаще, чем вариант 5 свет. Получается, что сам факт ущербности варианта 1 темнота показывает вариант 3 темнота в хорошем свете. Этот феномен называется эффект асимметричного доминирования. И ему подвержены не только Слизевики. В этом исследовании в 2009 году ученые обнаружили такое поведение у соек, птиц калибри и медоносных пчел. Но у нас-то смекалочка работает. Круто быть человеком. Ну, не совсем. Некоторые исследования показывают, что люди часто бывают подвержены этому эффекту в той же степени. Вот как это может работать. Пусть вы выбираете MP3 плеер. У вас есть два варианта. Первый – 30 гигабайт памяти за 400 долларов. Второй – 20 гигабайт за 300. Те, кому важнее всего иметь побольше памяти, купят первый. Те, кто хотят дешевле, купят второй. Но если добавить к ним вариант с 25 гигабайтами за 450 долларов, он будет сильно проигрывать варианту номер один. Будет эдакой приманкой. И продажи первого варианта вырастут. Альтернативная ситуация. Если у третьего лишнего варианта будет, например, 15 гигабайт памяти за 350 долларов, то на его фоне выигрыша будет уже вариант два. И в этом случае вырастут продажи второго. Чтобы быть честным, нужно упомянуть также другие точки зрения. В этом исследовании утверждается, что доказательства наличия этого эффекта у людей в нелабораторных условиях слабые. Что ставит под сомнение громкие выводы из исследований о том, что мы ведем себя максимально нерационально. Эффект также не показывает себя, когда ценность двух ключевых вариантов не совпадает. Поэтому споры вокруг приманки все еще ведутся. Из последнего стоит отметить совместное исследование Университета Колорадо в Денвере и Китайской Академии Наук. 120 рабочих заводов Китая получили бутылку с дезинфицирующим спреем. И в течение 20 дней должны были каждый час дезинфицировать руки и свое рабочее место. Затем им предложили выбрать, продолжать использовать спрей или заменить его на мытье в обычном умывальнике. После этого спреем стали пользоваться в полтора раза чаще. А значит, условия стали более гигиеничными. Ну а вариант с раковиной был явной приманкой. А теперь минутка рекламы. В этом году я стал лидером направления инновации в конкурсе Капитаны. В прошлом году многие остались недовольны, так сказать, случайным выбором победителей, из-за чего конкурс подвергся резкой критике. Поэтому я сомневался, стоит ли мне участвовать в этом проекте. Как они объяснили, это случилось из-за неожиданно большого количества заявок. Чтобы это не повторилось в этом году, организаторы внесли изменения в регламент и продлили сроки конкурса. В частности, лично я буду участвовать в рабочей жюри и определять 10 победителей в своем направлении, а также составлять текст заданий. Это также прописано в положении о конкурсе, так что в этом году условия кажутся мне более честными. Если вы захотите поучаствовать в конкурсе, вам необходимо будет выполнить 4 задания, суть которых я объясняю в видеороликах на сайте по ссылке в описании. Призы для победителей это iPhone XS, MacBook, PlayStation 4, а также множество других призов. Подробнее о правилах и условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте по ссылке в описании. Напомню, что я представляю направление инновации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok